Всем респекты! Меня зовут Габар. Сегодня вы увидите самый настоящий психологический триллер. Это линейка «Кто последний?» «Кто последний?» сойдет с ума. Целая история про депривацию. Сегодня наших участников я буду сковывать непрерывно. Психологически, физически. Я буду уничтожать их морально. «Кто последний?» сойдет с ума. Суть игры до безумия проста. Наши участники находятся в кругу. Нельзя выходить и нарушать границы этого круга. Ни внешнюю, ни внутреннюю. Каждые полчаса условия их жизни будут усложняться. Усложняться так, что начало нашего эксперимента будет в смирительных рубашках. А это только начало. Ну что, давайте знакомиться с участниками. Всем привет. Меня зовут Ильяна. Мне 22 года. Я с Краснодара. В инстаграме записано «как пудинг». Не знаю, что сейчас будет. Всегда это было интересно, захватывающе. Никто ни о чем не говорит. Думаю, будет трэш, как обычно. И вообще, я думаю, я выиграю. И хочу передать всем привет. И я здесь уже не первый раз. Всем привет. Меня зовут Максим Рунаев. Занимаюсь видео. Аудитории у меня нет. Стараюсь тоже трансляции проводить. Ожидаю, что сегодня какой-то будет хороший трэш. Все будет very nice, very good nice. Всем привет. Меня зовут Денис. Я с Московской области. Бармен, работаю в Москве. Мне кажется, трэша сегодня не будет. Но посмотрим. Всем привет. Меня зовут Ксюша. Мне 25 лет. Я только вчера посмотрела ролики Габарова. Поэтому мне очень страшно. Я не знаю, что здесь будет. Но я очень хочу получить классные эмоции. Надеюсь, что это здесь получится. Всем привет. Когда я учился в старших классах, то мечтал стать, естественно, рок-звездой. Ну или на крайний случай, игроком NBA. Ох, а если бы я вернулся в школу прямо сейчас, то я бы не раздумывая освоил профессию айтишника. Но разве сейчас этому учат в наших школах? Теперь учат. Теперь учат. Госпрограмма «Цифровые профессии» и федеральный проект «Код будущего» запустили чумовой проект. С поддержкой университетов 2035 и Синергия Минцифры взялось за IT-образование учеников с 8 по 11 класса. Ну что, получить профессию мечты сейчас проще простого. Разработки на питоне, Java, JavaScript и плюс-плюс. Многое другое, чего я вообще не знаю, но очень сильно хотел бы узнать. Теперь доступно старшеклассникам абсолютно бесплатно. Ну и с ума же с IT. Достаточно просто отправить заявку и вперед. Можно ведь и карьеру уже в школе начать делать и получить бесценные навыки от ведущих специалистов. И знания получишь не только на словах. После прохождения каждого модуля выдается сертификат. Эх, где мои 15 лет? Вот если ты школьник, то бегом по ссылке в описании. Потому что, вдумайтесь, абсолютно бесплатное IT-образование. Это чудо. И советую вам этим чудом воспользоваться. Итак, ребята, игра начинается. Правила безумно простые. Кто последний выйдет из круга, тот выиграл 50 тысяч рублей. Нельзя касаться ни внутреннего перелетра, ни внешнего. Я желаю каждому из вас удачи. Дорогие участники, как меня слышно. Вылет может быть из-за чего угодно. Любые внешние факторы. Как сходить в туалет, как пойти на работу, позвонить девушке, тоже фактор. Даже просто случайно коснуться круга, это вылет. Поэтому вы уже в игре. Наши участники пока, как всегда, в стандартной форме, уверены, что это какая-то развлекуха и так далее. Но я знаю, что будет с каждым этапом игра наращивать давление. И поверьте, скоро они возненавидят меня, возненавидят друг друга. И самое главное, они возненавидят то, что они подали заявку и пришли ко мне на игру. И так мы уже определяем сильные стороны игроков. Так что каждый из вас может в комментариях делать свои ставки. У нас есть хостес, который явно обладает сумасшедшим скиллом стоять. Человек, который служил в армии. Потрясающе наверняка стоял на тумбочке и знает, что такое стоять. Фитнес-тренер. Подготовлена. Не знаю, насколько она может без движения. И пока есть темная лошадка. Потрясающе. Субтитры делал DimaTorzok Обсуждение времени, обсуждение внутренних каких-то переживаний, обсуждение скиллов, кто сколько простоит и пока очень реально оцениваю свои силы 5-10 часов, но я уверен, что уже через 2 часа можно просто охренеть, стоя в этом круге. Я уверен, что сейчас львиная половина диванных войск уверена, что ну это 3-4-5 дней. Нет, ребят, пишите в телеграм, проверяйте свои силы, я уверен, что как только вы попадете ко мне, спесь поубавится. Ну, я такая, короче. Надо как-то отвлекаться, о чем-то разговаривать, чтобы время быстрее шло. О духовном. А любому в свою голову приходит. Так быстро, просто время быстрее пройдет. Ну да. Так, какая разница, время быстрее будет, если вы сможете там расстроить. Ну, я думаю, он прошел минут. Три. Нет, три минуты. Примерно лучше вообще забыть сейчас, мне кажется. Десять, десять минут, сейчас это вот так же. Примерно лучше даже не думать о забыть. Угу. Отставить у кого-то человека, у которого жил, он жил, он придет. Это что-то, это что-то. Прошло ровно 20 минут с начала нашего испытания, кто последний. Но в то же время я уверен, что это мощнейший психологический эксперимент. Мы закрыли все окна. Естественно, потрясающий антураж бомжатника, это мой непредаваемый стиль. Потому что здесь я уверен, что психологическое давление будет только нагнетаться. Ровно через десять минут я им усложню стояние в кругу. Они пока даже об этом не догадываются. Я в детстве по стеклам ходил. Ну как, знаешь, как-то я себя настраивал и потихонечку, иду, 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 и не обрисался. Но несколько раз, как-то получалось. Как-то, знаешь, нас... С детства, мне кажется, все получается. Ничего не будет. Не знаю. Может быть. Как стоит? Триджей. 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 И так, ну что, полчаса очень неплохо стояли. Хотя я не могу даже два часа стоять неплохо. Во-первых, скучно. Во-вторых, многозадекает. Я сделаю всё, чтобы вам стоять так херово, что вы даже не можете поставить. Знаете, что такое? Стены обожаешь. Обожаю свою работу. Открывается тумбаном. Утюба. Мы все-таки есть. Стены обожаю. Утюба. 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 Итак, ребята, первые полчаса прошли, помните самое главное про новой игры? Нельзя выходить из куха, нельзя ни при каких условиях касаться внешнего и внутреннего периметра. Игра продолжается, по-прежнему удачи. Ну полчаса еще плюс, час уже точно есть, там если не дольше их вешу. Я реально очень устал, не знаю, просто там дикая духота. Помимо того, что камера не передает, это помещение абсолютно не вентилируется. Условия по-настоящему адские, просто посмотрите на мое лицо. Но на этом мои страдания закончены. А страдания, ребят, только начинаются. И поверьте мне, я приложил все усилия, чтобы услышать хруст их костей. Я уже вижу неуверенность в некоторых глазах. Потому что двигаться теперь нереально, дышать теперь очень тяжело. Ребята, если вы сейчас слышите скрежет просто вам по ушам, это часть моего контента. А ребята пытаются выбраться. Мне хотел бы вот эту хуйню отстегнуть. Блядь, у него отстегнулась она. Значит, мощь у нас поводит. Блядь, он реально ее просто отстрелил в шоке. Блядь, ребята, сейчас после того, как первая бляшка, она реально, она реально так легко отстегнулась. Ребят, а что вы понимали? Что вы понимали? Смерительные рубашки, если вы сейчас загуглите, вы можете найти. Они изготавливаются только в одном месте. В Питере, черт возьми, это безумные дорогие рубахи. Это полнейший эксклюзив, потому что они шьют для всех психушек вообще. И, блядь, одним легким движением он ее раскрывает. А смысл, если мы их отстегнем, они прям вообще не застегнут? Пока не пришли. Пока не пришли. Пока не пришли. Пока не пришли. А так, если мы все сейчас так сделаем, то они, по-моему, за этот отстегнут. Я руки не могу дальше проснуть. А вот. Почти. Ты чем нажимаешь? Рукой или пальцами? Пальцами. Пальцами. Пальцами у меня вообще в другом месте, вот здесь. А где пальцами нажимать надо? Не, мы даже, мне никак не прошибли. У тебя тоже, по сути, варик есть. А смотрите, если из круга не выходить, а если я, а если мы вот так будем, знаете, из круга перешагивать? В другой круг? Да. Ну, сделаем хоровод, пойдем в одну сторону, короче. Я не хочу этого говорить. Кто-то из нас один, например, я, я могу быть пидором. Я могу не выйти из круга, вывести и все. Да. Вот. Да. А, проверка на пидора, хорошо. Я просто не понимаю. Ты хочешь поменять свое местоположение? Нет, я хочу, вдруг, если мы все заебемся, то мы можем, ну, спокойно перешагнуть и, ну, реально тупо походить мы можем. Вторая прищепка отщелкнула. Дорогие производители смирительных рубашек, замените их на металлические скобы или, ну, на что-то такое, иначе, ребята, все психи будут сниматься у меня в играх Габара. Не могу сказать, что атмосфера дружелюбная. Ребята никак особо не проявляют личных симпатий или попадания в комьюнити, где они веселятся и разъебут и поделят приз, что, естественно, нельзя. Пока просто стоят, познают и балуются с рубашками. Я, сука, столько, блядь. Не, ну, мы можем реально пошагать. Блядь. Нет, ну, это, это хотя бы будет, это хотя бы будет прикольно. Сделаем Габару контент, можем походить кругами. Фитнес-тренер настаивает на том, что она хочет кому-то в круг, но пацаны сказали, что они отвергают ее. Добавля немножко перчинки. Если, например, никто не хочет играть с тобой в круги, почему бы ногой не вышибить его? А можно так? У меня нога длинная дотянусь, хотя... Да классная нога длинная, блядь, еще я так перетягиваю. Ну, слушай, я тебе спокойно, ну, до уха, наверное, начну. До уха? Хайкик в голову. Ты же говоришь, больше головы не сможешь. Ну, свое, это твое. Я ж не вверх, я в диагональ. Так вот. Не хотели ли тянутся? Хотя нет. Сейчас, сейчас, сейчас. О! Ох, молодец. Расстегнулась последняя участница, и мне она стала спокойнее. Депривация Что есть депривация? Это ограничения. Они находятся в замкнутом пространстве. Они лишены возможности двигаться. Ну, по мере возможности. Дальше, больше. Лишение слуха. Помимо наушников, которые очень жестко изолируют и дают неприятнейший какой-то эффект вакуума в ушах участников, я еще каждому из них засунул в уши. Перуши. И это только начало. У меня очень много сюрпризов для игроков, и я думаю, что некоторые из них могут просто-напросто упасть вертикально. Слезать узел. Так, чтобы ты не клонилась, я дотянусь. Батсок, ты наступила на красную линию только что. Проверьте, пожалуйста. Ну, я, наверное, наступила, хуй его знает. Ну, он видит, где левая нога вот, прям ближе, вот. Да. Нет, нет. Чуть-чуть правее возьми. Ну, вот сюда. Вот где-то вот тут. Да. Вот он, где ногой показал, отсюда видишь пыльный след. Вот этот? Да. Ну, нет. Это от салфетки. Ну, такой. Ну, просто, ну, хоть пересмотреть, потому что кто-то. Мы на ноги смотрим. Так, это все. Ох, хвала яйца. Я, мне кажется, в самой выигрышной ситуации сейчас. Мне надо выбраться из нее. Потом я буду вас развязывать. Вот он проще меня. Ну-ка, встань задом. Как вы думаете, какой узел надо потянуть? Хотя бы зуба. Блин, сколько узел кого-то? Да, мне кажется, это издевательство. Да, господа. Продолжаем ничелинку. Да. Сегодня вся наша игра про депривацию. Депривация – это ограничение человека. Это замытое пространство. Решение света. Время вообще непонятно. Дальше больше. Сейчас мы с вами лишаемся слуха. Какого вас было? Между нами сейчас произойдет интимная связь, потому что я никогда в жизни никому это не делал. Я буду вам ослаблять. Слух. А-а-а. А-а-а-а. Уху! Ай, блять. Вот Ебать Я Габара вообще не слышу Вообще нихуя Блядь Ага, сейчас Пока мы видим Нужно Выбраться Иначе потом Поэтому предлагаю Выбираться Это испытание явно Ребят всех очень сильно повеселило Что удивительно Пока я псовывал в уши-беруши В уши-беруши Я понял, что уши такие разные Ребят, я просто в шоке У некоторых даже физически дырки не видны Где-то там их нужно отгибать Там столько всякой лишней кожи Надо что-нибудь как-то про уши будет снять Короче Что удивляет Что командный дух В ребятах очень силен И они так сейчас заняты Каким-то челленджем своим Освободиться и так далее Не понимая, что в один момент Любой из них Может просто-напросто Дернуть за рубашку И выдернуть тебя с кольца Когда мы снимали круг холода Мы знаем, что люди есть Совершенно разные Поэтому я думаю, что вот-вот И кто-нибудь один даст слабину Кто-то очень активен А кто-то вообще стоит и борется с собой Потому что далеко не всем Легко дается ничего не делать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это эхо. Офигеть. Это прикольные, кстати, ощущения. Такой балдон. Итак, первое, что я хочу вам сказать. Если ты думаешь, что он получит удовольствие от их съемок, повеселится здесь, то это не так. Все старается тяжелее стоять, все тяжелее себя развлекать, все тяжелее, им тяжелее становится. И я приложу максимальное усилие, чтобы было стоять просто невыносимо. Вроде бы просто стоять, а на самом деле без детства непросто. Поэтому следующие полчаса полностью запрещено говорить с этой секунды. Ничего не слышали. Орали о том, и поговорить нельзя. Ну, разве не кай? Поэтому тот, кто заговорил, покидает нашу игру. С кругом все правила неизгады. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Максимально неожиданный творог. Она молчала непрерывно. Очень интересно, как она будет действовать сейчас, получив свободу. Честно, очень интересно. Они все разозвали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может быть, судя, потому что я вижу, кто-то сам нахуй с ума сойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ровно 45 минут Наши участники стоят И ничего не говорят Деталь! Смотрим! Это было 30 минут? Это, по-моему, было 30 минут. По-моему, да. Время и несчет по-разному. Но ни разу, если я не волнуюсь, знайте, я вам относится на что-то не даю. Не важно, что я говорю. Важно, что вы тут чувствуете и так далее. Ну что, мы продолжаем? Да. Ох... Хорош! Если честно, я уже заебалась. Это самый потрясающий момент, когда после бешеного напряжения, которое наблюдалось часами, ребята получили дремя для ослабления. И сейчас они настолько несцентрированы. Только посмотрите на его ногу. Она находится прямо на границе. Если он за игроков. И так можно иметь за каждого игрока. Потому что сейчас, в момент полного расслабления, самая большая вероятность, что кто-то из них оступится. И так... И так... Ведерсовая елена расслабились. Да? Да. Ну, серьезно. Прям вообще хорошо. Как вы говорите? Что ты совершил? Ноги. 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 Руки. Ноги. И руки. Ноги. Ноги. И руки. Нельзя больше, вообще, на протяжении всего испытания, садиться. Народничать. Размянуть. И приносить. И так, и сразу, конечно. Так что, торопиться нам там целый день. Сколько будет идти, всегда решать только вам. В любом случае, победитель будет только это. В ближайшем целом часу будет предстоять абсолютно ничего. Три-то в порядке. Три-то в порядке. И это будет явно. И вся нибудь. Я не знаю, в порядке. И Казахстана. Субтитры сделал DimaTorzok 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 я постою еще в мастерах. Зависанка... 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 Сами... Согласен на проигрыш. Точно готов? Стоишь же я? Всё, я сказал... Вам пока стою... В интересном карте... Ты точно? Откуда ехал? Пожалуйста, давайте заходи! Заходи! Ты сколько сюда ехал? Заходи! Ты сколько сюда ехал-то? Дохуя! Дохуя! Пожалуйста! Сейчас ты стоишь? Стоишь! Снимать? Да? Я не смог это сделать Расслабься! Этого нет! Послушай! То есть так, что этого нет? Ребята, это пиздец! Давай, пригнали! А? Пойдем! Пойдем, где вставай! Итак! Откуда ты приехал? С Московской области Откуда? С Раменского С город Раменского Красный город Долго ехал Ну, скажи, ты доволен, что приехал? Да, я доволен, что я приехал, но я не смог смириться с этой болью, я не мог почувствовать... Наслаждение дзен, да Ты что, ты не нашел внутри? Не нашел Не нашел Я... Мне кажется, это неплохо полно через 5 минуты, потихоньку и так далее Пару слов ребятам, что ты хочешь сказать, пожалуйста, давай Приходите на съемки Габара, это не так страшно, как кажется Как я вначале сказал, не будет такого трэша, его не было Просто... Ну, гвозди это... Оказалось, моя слабая сторона Всем спасибо, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии Я желаю победу сильнейшему Всем спасибо Спасибо большое До завтра до 6 вечера не будем стоять? Да я откуда стою? Я же так же, как и ты стою Я честно, когда думал, что ты сдашься Блин, я как удивился... Еще что-то Шоу Стрелан Молодец Молодец Осталось еще полчаса Интереснейшие диалоги Может быть, стоит-то и подумать о том, что... Какие будут испытания следующие? Кто в них будет сильнее? И, может быть, вспомнить, что я говорил, что вы тут абсолютно не друзья Да Вы думаете о том, что вы не друзья? Да Мы тут стоим, любезничаем, любезничаем А что нам надо делать? Боевать, или? Да А почему он сдался? Не смог перебороть? Ну, больно, видимо Мне тоже было очень больно Ну, ты же не сдалась Это ты, получается, сильнее вождь, или? Наверное Сила боли сильнее, или как? Скорее Это выносливость Наверное, выносливость Начинаем с самой тяжелой частью Опять Не будет больше Ножестояния Вот огромный стоит туда И максимально прижимаем ножки друг к другу Ножки Набираем удобную позицию себе Я хочу вам сказать, что эта позиция очень долгая. Вот так. Костяшки касаются. Супер. Поехали. Со временем кто-то из нас упадет. Правильно я понимаю? Да. Ну, лучше на коленке, потом на ручке. Поехали. У тебя кости? Костяшки. Да, он не костяшки. Болятки? Угу. Ну, такая же хим. Ну, и что? Вообще говорю. Полностью одинаково просил поставить стоп, чтобы костяшки упирались друг к другу, как и на лодыжках, так и на ступнях. И это только начало комплекса, полная депривация. Поэтому ребята думают, что это целое испытание. Но нет. Это только маленький шаг. Потому что в дальнейшем ребята окажутся полностью мумифицированными, если, конечно, они до этого смогут дожить. Блин, ну гвозди это реально неприятно. А ты уже хотела сдаться, да, скажи честно? Я вначале хотела сдаться, а потом я же говорю, я когда жала в булке, легче стало. И так, легкое воссложнение, почему бы и нет. Так. Оу, музыка. Так. Музыка. Серьезно? Да. Я же говорю, это будет целый комплекс. А где музыка? У тебя не играют. У тебя не играют. Я проверил. У меня играют. А? У меня играют. А у тебя нет? Нет. Ты не прикалываешься? Нет. У меня никакой музыки нет. Может, тебя еще не включили? Что за песни? Я не верю. Не, ну, мы серьезно. Да нет, конечно. К чему ты их подсоединишь? Закрыв глаза. Закрыв глаза. Закрыв глаза. Да. Ну, то есть, когда вы на дорогу ходили, не было нормально. Вот. Смотреть. И не было такого, что вы можете делать пешеходца. Было. Было. Когда закрытили глаза. Да. Сейчас шансы увеличиваются. Да. Ну, очка того. Поехали. Все, я лучше одеваю, да? Да. Поехали. Ух, доехали. Как дела? Все нормально. А че так вздыхаешь? А? А че так вздыхаешь? Ну, чуть-чуть нос, блин. Нос, блин. Не наполовину дышать. Угу. Нет ляжки? Нет. Где ляжька? Где ляжька? Где? Угу. Как дела у вас? Нормально. Общее состояние концентрация? Ну, уже большая часть. Затихают, да, ноги. То есть, с одной стороны, хочешь сказать, что может быть хуже. Сейчас будет усложнение задания, которое вы ожидать не можете. Поэтому я вам советую сконцентрироваться и быть готовыми абсолютно ко всему. Вам нужно собраться и быть готовыми ко всему. Понятно? Да. Да. Поехали. 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 Что ж такое холодное-то? Тебя тоже обрели? А? Ага. Нормально? Нормально. Легче стало так? А? Тебе так легче стало? Нет. Мне легче. Мне легче. Освежим. Нормально. 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 А? А? Водой тебя облили? Да. А почему ты говоришь, я не освежилась? Я как бы, потому что не свежо, а холодно. Я вообще сейчас балдею. Что ж? Мне легче, наоборот, стало. Неху. Гвозди надо еще, на гвозди. Согласна ты? Что? На гвозди еще, согласна? Да, хорошо. А? Как скажешь. Точно? Блядь, пожалуйста, ты писешь со своими гвоздями. Господи, у меня лучше. Тихо. Давай попросим. Давай ты сам постоишь зато. Вместе. Ты тоже. Нет, я не буду стоять. Почему? Не хочу, блядь. И решиться сразу все. Ну, поздравляю. Решай так. Стой на здоровье. Чтобы время зря не тянуть, мы и решим. Сразу. Что мы это делали? Потряснули. Ну, что залить? Хоть били, как мы здесь знаем. Двадцать лет, я не знаю. Диалоги, конечно, сейчас и талантиновские. Можно отдельно будет нарезать. Тянуло, и как она вывелась? Ну, тянуло, и она вытекла. Не знаю, что их должно условить. Вообще не представляю. Мощь. Очень-очень. Но прямо сейчас, ребята, это будет испытание, которое выявил победителя. Тебе что сейчас? Холодно? Ну? Холодно ж тебе? Ну, так, прохладно. Ну, терпимо. Да, терпимо. А вот я. Ваши страдания, ребяточки, окончены. Полностью. А теперь гвозди. Я буду делать гвозди. Это моральное давление называется. Уберите. Хорошо. Аккуратно. Все, четко. Встаю. Итак, ребят, прямо сейчас будет последнее испытание, которое обретит победителя. Правила очень простые. Мы будем стоять на одной ноге. Каждому из вас необходимо выбрать именно одну ногу, которая более комфортная. Поднять ногу и не опуская. Главное, чтобы вторая нога не касалась земли. Которая касается вторая нога земли. Все это проиграло. Давай налево. Да ты, блядь, отстань от меня. Я тебя прошу, господи. Так вы готовы? Раз. Раз. Два. Поехали. Два. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok